Проверки торговых точек, где реализуется алкогольная продукция, проводятся регулярно во всех районах Сочи. Для этого на курорте создано пять рабочих групп, в составе которых сотрудники правоохранительных органов, а также специалисты городской и районных администраций. Большое количество правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, приходится на курортный сезон. Так, в период с 1 июня по 1 августа в ходе рейдов было выявлено 85 нарушений, изъято более 7 тысяч литров алкогольной продукции. Тем не менее, такие показатели лучше прошлогодних, когда количество нелегалки было в 4 раза больше. Основными местами, где по нашим наблюдениям распространены случаи такие, это Лазаревский район, Адлерский район и есть факты в центральном районе города Сочи. Как правило, это торговые точки на набережных или заведения общепита. И у предпринимателей не только нет лицензии на продажу алкоголя, но и зачастую неизвестно, кто же изготовитель и поставщик этого напитка. Сотрудники, собственно говоря, нашего управления сталкиваются с постоянной проблемой выяснения, кто же это. Потому что продавцы на прямой вопрос не сообщают никакого ответа. А из общих документов, которые должны присутствовать на объекте, напоминаю, в блок потребителя, в меню должно стоять обязательно, кто это. То есть все требования, которые предъявляются правилами торговли, это отсутствует. Разоблачать таких предпринимателей сотрудникам потребительского рынка и полицейским приходится ежедневно. Кто-то нарушает и другие законы по продаже спиртного, производит торговлю позже, установленного времени или несовершеннолетним. Во всех случаях составляются протоколы, выписываются штрафы и продукция изымается. Но такие методы не всегда оказываются действенными. И шанс не стать жертвой очередного предпринимателя, думающего только о своей выгоде, минимален. Здесь нас беспокоит ситуация. Мы всем браво наговорим, что у нас ничего не происходит. Да нет, происходит и отравление, и смерть их. Поэтому с этим надо разобраться. И один из факторов, который там будет рассматриваться, именно как мы смогли обеспечить здоровье, безопасность и, главное, комфортное нахождение здесь отдыхающих. Все выявленные нарушения в сфере незаконной торговли алкогольной продукции оперативно регистрируются в УВД, предоставляются в Управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края. Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что работа в данном направлении будет продолжаться и будут приняты все меры по сокращению количества незаконной торговли спиртным. Усилим, значительно работают. К этой работе подключим не только правоохранительные органы, но и все силы административного ресурса, то есть наши сотрудники пойдут. Мы применим все силы и все свои возможности для того, чтобы искоренить вообще этот факт торговли незаконной алкогольной продукцией, которая может привести к ухудшению здоровья или даже смерти человека. Это должно быть исключено. Что же касается ведущих производителей алкогольной продукции, то Краснодарский край занимает до 40% рынка вина по территории России, а в своем регионе – 75%. И законные производители все свои обязательства по ежегодному увеличению объема акцизов выполняют. Только за прошлый год их было выполнено на сумму больше 5 миллиардов рублей. И уже в этом году идет перевыполнение плана. Так что нелегальным предпринимателям дорога на рынок станет неприступной крепостью. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.